Всем привет! Это обзоры Лего и его аналогов от Колин Красный, и сегодня у нас новостной обзор. Лего опубликовало официальное изображение новых наборов серий супергероев, а конкретно три новеньких мехов. Напомню, что данный вид Лего трансформер с главным героем у нас уже выпускался в 2020 и 2021 году. Серия весьма неоднозначная. Кому-то она нравится, кому-то нет. Но вот то, что по достаточно небольшой цене можно заполучить любимого героя и неплохой ресурсник, оставится ее большим плюсом. Первой новинкой у нас будет набор под артикулом 76202 – Росомаха Трансформер. Сам мех мне понравился по частям деталей и его раскраски, как набор и ресурсник вполне себя сносный. Минифигурка Росомахи – это уже ее четвертое Лего воплощение. Получилось достаточно халтурно. Если сравнить с двумя предыдущими версиями, они были куда более красочными и пропретованными. Следующий набор под артикулом 76204 – Черная Пантера. Тоже достаточно хороший ресурсник получился, но лично мне непонятно совсем идея с передним экраном. Что это и для чего она служит, остается загадкой. Хотя бы принты туда добавили. Сама мифигурка новая, она отличается от других версий. Радует, что здесь положили лицо от Тичала. Набор под артикулом 76203 – Железный Человек. Я бы сказал, что это переиздание набора 20-го года под артикулом 76140. Переработали руки, ноги и добавили новый шутер. Посмотрим, как он будет стрелять. Минифигурка – это некая помесь версии Марка из игры и 42-го Марка. И у нас тот же цельный шлем. Честно говоря, он мне не сильно нравится, старый был куда интереснее. И набор под артикулом 76206 – Фигура Железного Человека. Честно говоря, я не знаю, как к ней относиться, потому что это что-то непонятное и мне сильно не понравилось. Наверное, это лучше, чем экшн-фигурки, которые были у нас по Звездным Войнам, так как, как минимум, это можно будет разобрать на детальке, и это неплохой ресурсник. Но, честно говоря, шлем и его форма, она как-то выполнена упорота. Пать, да ты упоротый! Честно, не знаю, как к этому относиться. Напишите комментарий. По мне, так не сильно у Лего получилось, но коробка зачетная точно. Она очень мне понравилась. По итогу могу сказать, что мехи весьма посредственные, но и набора возраст 7+, так что особо рассчитывать на что-то интересное не стоит. От себя посоветую взять набор с Росомахой и Пантерой, если ранее у вас не было подобных мини-фигур. Ребят, у меня на этом все. Если вам понравился данный обзор, поставьте лайк, подпишитесь на канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы укладываем новинки Лего и его аналогов. Всем пока!